Самые красивые места в Африке. Из цикла «Кругосветное путешествие». После Азии Африка является вторым по численности населения и вторым по величине континентом. На протяжении 30,3 миллиона квадратных километра континента расположено огромное разнообразие климатических и экологических зон с уникальной флорой и фауной, украшающей живописные ландшафты. Африка – родина одних из самых красивых и удивительных чудес природы, это огромный континент с разнообразной географией и богатейшей флорой и фауной. Некоторые из этих мест входят в списки лучших для туристов, а некоторые являются скрытыми жемчужинами, находятся вдали от протаренных дорог, и до них трудно добраться. Некоторые из них официально признаны одними из семи природных чудес Африки, а некоторые просто впечатляют сами по себе. Гора Килиманджара, Танзания Гора Килиманджара, спящий вулкан, находится на высоте 5895 метров над уровнем моря и является самой высокой горой Африки и самой высокой отдельно стоящей горой в мире. Никто точно не знает, откуда взялось это название и что оно означает, но многие называют гору просто «Кили». На самом деле Килиманджара состоит из трех вершин – Киба, Мавинзи и Шира. Именно Киба привлекает внимание фотографов и является знаковым фоном для многих фотографий национального парка Килиманджара. Пологие склоны позволяют подниматься на вершину пешком, однако отсутствие сложных подъемов не меняет последствий резких перепадов высоты, и при восхождении на вершину часто развивается высотная болезнь. От подножия до вершины Килиманджара расположено множество растительных зон, в которых обитают разнообразные растения и животные. Заснеженная вершина Килиманджара и характерные вулканические очертания делают ее похожей на знаменитую гору Фудзи в Японии, но с более плоской вершиной. Однако снежная шапка Килиманджара с каждым годом становится все меньше, и ожидается, что вершина освободится от снега в 2025-2035 годах. Водопад Виктория Находясь на границе Замбии и Зимбабве, река Замбези низвергается каскадом в один из самых впечатляющих водопадов в мире. Водопад Виктория стал известен европейцам после того, как в 1855 году его открыл знаменитый исследователь Дэвид Ливингстон, хотя, предположительно, он был известен африканцам задолго до появления ученого. На языке Лази как Масио Атуния – громовой дым, а на языке Тонга как Шунгун на Мутитима – кипящая вода. Водопад является крупным туристическим объектом, который ежегодно посещает около миллиона человек. Одним из главных развлечений для любителей приключений является купание в бассейне Дьявола, расположенном прямо на краю водопада. Из бассейна открывается захватывающий вид, 500 миллионов литров воды ежеминутно проносятся мимо и исчезают в громовых брыздах на глубине 100 метров. Нил Нил, длина которого составляет 6650 километров, является самой длинной рекой в мире и протекает через многие африканские страны. Поднимаясь из нескольких мест к югу от экватора, Нил течет на север и впадает в Средиземное море. Египтяне называли реку Ар, или Аур на коптском языке, что означает «черный», по черным отложениям, которые река оставляет после разлива. В Древнем Египте черные отложения дали название египетскому царству, которое они называли Кимит, Кем, Черный. Текущая с юга на север, пересекает многие климатические зоны. В ее водах обитает огромное количество животных, таких как крокодилы, бегемоты, сотни видов птиц. На юге тропические леса сменяются пастбищами, а затем встречаются с палящей пустыней Сахарой. Река также поддерживает большое количество людей, которые полагаются на ее воды для пропитания. От рыболовства до сельскохозяйственных убодий Нил дает ценные продукты питания, а многочисленные плотины, пронизывающие его русло, обеспечивают электроэнергию и экономическую стабильность, необходимую таким странам, как Южный Судан, Судан и Египет. В Египте Нил является практически главным фактором существования страны. Так, 95% населения страны, составляющего 102 миллиона человек, проживает на берегах реки или в ее дельте. Помимо жизненно важных отраслей промышленности, расположенных вокруг Нила, он также является центром огромной индустрии туризма, и туристы могут отправиться в круизы, чтобы увидеть живописные пейзажи, диких животных, древние храмы и города, построенные тысячи лет назад второй по древности цивилизации мира. Столовая гора, Южная Африка На южной оконечности Африки, возвышаясь над городом Кейптауном, стоит плоская песчаниковая вершина Столовой горы. Она входит в число семи чудес света и является основой Национального парка Столовой горы, самого посещаемого Национального парка в ЮАР, который ежегодно посещают более 4 миллионов человек. Парк Столовой горы, ранее известный как Национальный парк Кейп Пенинсула, является Национальным парком в Кейптауне, Южная Африка, провозглашенным 29 мая 1998 года, с целью защиты природной среды цепи Столовой горы и, в частности, редкой растительности, Финбос. В парке есть еще одна достопримечательность, мыс Доброй Надежды, самая юго-западная оконечность Африки. На сравнительно небольшой территории, почти полностью окруженной городской застройкой Кейптауна, Столовая гора является домом для невероятных 8200 видов растений, большинство из которых являются эндемиками региона. На горе также обитает множество видов животных, таких как мангусты, каракалы, капские лисицы и вездесущие дасси, скальные гераксы, которые встречают туристов, поднимающихся на гору по канатной дороге. Вершина находится на высоте 1086 метров над уровнем моря и протянулась от края до края примерно на 2 километра. С этой точки обзора открывается захватывающий вид на город и соседние вершины, пик Дьявола, Львиная голова и Сигнал-Хилл, которые вместе со Столовой горой образуют лу-образную чашу, в которой располагается центральный деловой район Кейптауна. Кратер Ингаронгора, Кальдера, Танзания Расположенный в Танзании кратер Ингаронгора является крупнейшей в мире неактивной, нетронутой и незаполненной вулканической кальдерой, площадь которой составляет 260 квадратных километров. Хотя он и называется кратером, точнее, кальдерой, образовавшейся после взрыва и разрушения мощного вулкана 2 миллиона лет назад. Кратера богата жизнью, и, как и многие африканские достопримечательности, кратер Ингаронгора является домом для множества диких животных, включая бегемотов, гиен, леопардов, львов, африканских буйволов, диких змей, жирафов, зебр и других видов. Следует отметить присутствие черного носорога, находящегося под угрозой исчезновения. В кратере и на прилегающих к нему территориях также проживает множество коренных жителей, Масай, которые живут здесь уже несколько веков, и находятся под угрозой выселения правительством Танзании, утверждающим, что чрезмерный выпас скота Масай создает угрозу сохранению природы. Как бы то ни было, кратер представляет собой огромный райский сад в Африке и привлекает значительное количество туристов. Акованга, Бацвана Дельта Акованга – это сезонно затопляемая болотистая местность, которая представляет собой огромный оазис посреди суровой сухой пустыни. Это внутренняя дельта, то есть она не впадает в море. Ее воды впадают в пески пустыни Калахари. Из особенностей Акованга заключается в том, что она затопляется в сухой сезон, в результате чего окружающая флора синхронизировала свои биологические циклы с подъемом и спуском вод Акованга, а не с временами года. Дельта постоянно развивается, поскольку наводнения приходят и уходят, изменяя геологию и географию этого объекта всемирного наследия ЮНЕСКО. Острова, озера, лагуны, поймы, берега и русла рек постоянно меняются, как и произрастающие здесь растения. От болот до тугайных лесов и сухих лиственных лесов в дельте Акованга произрастает 1061 вид растений. Естественно, в дельте обитает огромное количество диких животных, что делает ее популярным туристическим объектом. Здесь обитает 89 видов рыб, 64 вида рептилий, 482 вида птиц и 130 видов млекопитающих, включая белых и черных носорогов, гепардов, слонов и львов. Намиб, Намибия Ограниченная с востока пустыней Калахари, от запада, Атлантическим океаном, пустыня Намиб проходит по всей длине побережья Намибии, достигая южного побережья Анголы и северного побережья ЮАР. Ситаясь самой древней пустыней в мире, на это звание также претендует Атакама в Перу и Чили, Намиб является родиной одних из самых больших дюм в мире. Некоторые из них достигают высоты почти в 300 метров и тянутся на 32 километра. Дюнное море Намиба имеет сложную структуру, и узоры дюн до сих пор остаются малопонятной загадкой для геологов, изучающих Намиб уже несколько десятилетий. Утренние туманы затрудняют прохождение некоторых участков побережья, а участок береговой линии, называемый «берегом скелетов», получил такое название из-за множества затонувших кораблей, усеивающих пляжи. В засушливом Намибе обитает удивительное количество уникальных животных. Слоны, зебры, африканские дикие собаки, гемсбок, куду, жирафы и другие животные, все они живут в Намибе, регулярно проходя по маршрутам между водоемами. Во многих районах Намиба песок имеет красный цвет из-за высокого содержания железа, что придает пустыне особый потусторонний оттенок, особенно в сочетании со странными формами флоры, такими как вельвичия и колчанные деревья. От столовой горы на юге до дельты Нила на севере, от пустынь Калахари, Намиб и Сахара до болот и густых тропических лесов Конго, Африка является родиной самых красивых и внушающих трепет пейзажей. Красивые реки прокладывают себе путь через богатые ландшафты, с громом обрушиваясь на отвесные скалы. Удивительно красивые горы пронзают ярко-голубое африканское небо и служат невероятным фоном для характерных африканских пейзажей. Видео подготовлено при участии команды периодического интернет-издания ЖАЖ КЛАБ и при совместном использовании алгоритмов нейронных сетей и искусственного интеллекта.